доброе утро сегодня будет мой первый блог на тему гоночного лайфстайла сегодня поеду тестировать зеленые m3 competition и в виде теста хочу поснимать видео и попробовать все это смонтировать для того чтобы посмотреть насколько я симпатично выгляжу через призму камеры ну что мы сели в машину почему я короче так как это пробный блок я буду пробовать по-разному записывать итак я сел в машину дальше предстоится ехать на заправку заправиться чё-то перекусить проверить все ли в порядке с давлением колес обмыть машину быстро и ехать на трассу регистрироваться на трек дэй кстати я вот сейчас еду и смотрю общий чат сегодняшнего трек дэя от организатора и понимаю что есть необходимость в установке огнетушителя в салон что для меня является очень странным потому что это стрит-класс и на данный момент я не помню чтобы здесь был огнетушитель ну то есть я особо не проверял багажнике надо будет на заправке проверить как-то вот так сейчас поедем на заправку смотреть может быть есть какие-то мини огнетушители которые можно будет поставить прикрепить где-нибудь в салоне для того чтобы можно было сегодня потренироваться все закуплено машина помыта заправлено как проверю давление и гонок без фастфуда не бывает я прошел регистрацию и зарегистрировался сразу в два класса так транспондер у нас стоит на месте правда кверх ногами но я думаю что все будет порядке и моменте я закрепил огнетушитель двумя стяжками положил сеточку чтобы там не отбивал я думаю для такого колхозного варианта тестового неподготовленного пойдет для следующих тест треков тсдф я думаю подготовлен специальное профессиональное крепление для того чтобы огнетушитель стоял безопасно и никуда не убежал скажем так какой-то ситуации непонятно перед тем как выехать на трассу необходимо пройти техническую проверку главный проверяющий оскар и буквально посмотрит машину все проверит если все в порядке тогда дают наклейку ок и можно ехать тогда под прекрасной песни линкен парк гонять кофе Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 типа едешь по городу такая все деревянную для выезжаешь вот здесь вот эта ямка вот как раз это просто ну да здесь такого нету она просто как и абсорбировалась это удивительно это не то чтобы удивительно это прикурить можно честно говоря от стока да да стоковая байвэ которая весит тысячу 700 там с копейками килограмм без тебя на колесо то что жрет кант хотелось бы его завалить ну блин завалив можно чуть испортить ну мне по ощущениям я вообще давно уже не ездил да то есть мне по ощущениям мне надо еще целый день сегодня прокатить чтобы почувствовать все таки где ее предел ну и понять что нужно с ней сделать потому что пока что у меня такие глаза вот такие руки можешь сегодня из 28 не выезжать хотя надо заехать туда сначала ну а ты считаешь типа это быстро всегда же всегда же как машина есть то есть пилот не пилот есть прокладка вопрос на пропускать потому что тренер идёт тренера зависит от того как ты едешь тренер скажи привет камеру я учусь я блогер домой это мой это мой блогер будет но может быть я не знаю я просто для души хочу попробовать собрать видео и посмотреть насколько мерзко и мой лицо в камеру она ниже не видят общий вес да это моя проблема что-то делал здесь все да резко я как раз про нее сейчас хотел рассказать резко с берега рычаги нижние где-то 4 оригинальные club sport все амортизаторы с жесткими пружинами ну и с подвеской мотор тоже с другими турбинами которые более наверхах работают чтобы не было взрывов и у меня можно переключать мощность на руле с 430 до 520 сил прям на ходу прикольно ну типа маппинги да и типа третий мапп для трассы но я ее буду четвертым таки с тобой не знаю сам там смотри как составы но м1 это мдм то есть у меня там с тобой будет наполовину типа м-режим этот как ну я наверное ему поеду ну да ну что без него совсем грусть тоска будет ну точнее с включенной совсем полной стабилизации будет грусть тоска это сток да я понимаю я ездил только на полноприводной только в пярну но там сам понимаешь ты вот открываешься я понять на ней не мог вообще я типа когда могу открываться еще вообще до поворота что ли потому что я как бы на заднем переводе привык что ну ты открываешься в какой-то определенный момент чтобы ее там не стащило а на той ты просто нажимаешь она такая ты видел там бака мало очень я же не думал что мы поедем ну я думаю хватит тебе там проехать ну я постараюсь пять кругов сделать разогревать разогревать очень холодный асфальт просто резина долго разогревается ну все так мы с павлом поменялись машинами паша интересно посмотреть вот все его отвики которыми он занимался насколько они хорошо были сделаны и получить какой-то фидбэк по поводу машины а а и а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...